Она наркоманка какая-то, а Оля такая дизайнер стритинга, это очень похоже. Я говорю, мы ее берем, а ты человеческий брак. Самый главный месседж это верить, во-первых, в свои внутренние силы и не бояться. Факапы всегда происходят, они всегда происходят на любых кастингах. Бывает, что девочки забывают свою обувь, одевают чью-то, чужую на два размера больше. И был еще один факап, у нас закончился кастинг, мы сидели с дизайнером, общались, вот типа, кого точно берем, не берем. И залетает девочка, которая была, это уже было в рамках недели моды, залетает и прямо в макияже, с укладкой снимает, что, куда мне ходить, что мне делать. И мы сидим с дизайнером, говорю, боже, она наркоманка какая-то. А Оля такая дизайнер стритинга, это очень похоже, мы ее берем. Она просто вот сразу залетела и с собой заняла пространство. И она на показе была одной из наших фаворитов, которая просто вышла, сидели люди, и она так остановилась, посмотрела, чьи люди вы все, и пошла звездой. Это было очень шикарно, людей все даже захлопали в этот момент. Такие оффлайн надо проводить постоянно. Я такое провожу с Машей Манек, мы перед неделей модой. Маша меня всегда просит, я для модели, которая участвует в кастингах, в показах, за месяц я делаю мотивационку, что надо и как получить нас, заказчиков, и чем заполнить. Самое последнее шоу, которое было в этом сезоне, я делаю это вот показ, где все 22 человека модели плакало. У нас были очень разношерстные модели, и был мальчик, который чувствует, что он андрогинный, он был на каблуках. И когда он прямо летел на подиуме, очень многие люди восприняли негативно, ну как это, мальчик на каблуках, вот с белыми волосами. Другие люди, наоборот, вот как-то прочувствовали. Я могу сказать так, что каждый раз, когда пересматривал показ, вот в работу, там, в главной камере, именно он до такой степени прочувствовал именно само внутреннее ощущение. Потому что перед тем, как выходить модели, я их еще раз добивала эмоционально, чтобы они зарыдали, как дети. И вот мальчику, так как у него все-таки он больше, ну он мужик, скажем так, но он чувствует себя девушкой, я сказала не очень приятную фразу. Я сказала, что ты человеческий брак, и это вырвало такую бурю эмоций, он прямо захлебался от натуральных слез. Я вам могу сказать, что это было браво. Не бояться совершать ошибок и пробовать себя везде, и общаться.